МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В 10 часов 36 минут на пульт дежурного МЧС поступило сообщение о пожаре на улице Ряжское шоссе. Загорелся производственный ангар. Местные жители, не зная места возгорания, стали предполагать различные версии. Одна из самых распространенных – пожар на нефтезаводе, другая, что вновь загорелся КРЗ. Однако вскоре сотрудники МЧС внесли ясность – горел производственный ангар. Пожар удалось локализовать в 11 часов 30 минут. По словам сотрудников МЧС, пострадавших – нет. Через три минуты пламя было ликвидировано на площади полутора тысяч квадратных метров. Всего в тушельном воздействии 73 человека, в реках 25 единиц техники. В том числе от МЧС России 45 человек, 15 единиц техники. Спасатели поспешили успокоить рязанцев. Превышение норм предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе – нет. В настоящее время пожар ликвидирован. 27 июня в России празднуется День молодежи. Начался он, как и полагается активным молодым людям, с зарядки. Для этого студенты и активисты собрались на площади Победы. Как они отметили праздник, узнала Дина Исляева. Танцы и музыка с самого утра сегодня, несмотря на жару, на площади Победы собрались студенты, чтобы отметить День молодежи большой зарядкой. Представители медицинского, агротехнологического, политехнического университетов, РГУ, военных вузов. 500 человек собрала зарядка в этом году. Выпить молока, сфотографироваться на память, пообщаться с друзьями. Многие студенты пришли на площадку КМКЦ заранее. Для участников в этом году приготовили призы. Например, компания «Видекон» среди любителей фотографироваться разыграла роутеры. Чтобы получить приз, нужно было выложить снимок в Инстаграм. Хэштеги, как и у вас должны быть, «Молодежь62», на английском языке «МолРЗН», либо хэштег «Молодежная зарядка» и хэштег «Видекон». Вот эти вот четыре хэштега. И авторы двух лучших селфи получат эти классные призы от нашего партнера. День молодежи в этом году выпал на середину недели, но большинство студентов праздновать его будут и в выходные. Пойдем либо купаться, либо в тренажерный зал. Ну, я думаю, что пойду на какие-то мероприятия на улице Почтовой, ну и соберусь со своими друзьями. Я еду на территорию смыслов именно сегодня, вот так вот получилось, что в День молодежи. Но я безумно счастлива, потому что давно хотела попасть туда и считаю, что это будет лучше праздновать Дня молодежи. Самые активные участники получили и заряд бодрого настроения, и абонементы в фитнес-зал и бассейн. Дина Сляева, Станислав Кудрышов, телекомпания «Город». С 1 июля этого года вступает в силу новый порядок применения контрольно-кассовой техники. Отдельная категория предпринимателей перешли на онлайн-кассы уже год назад. Сейчас настала очередь плательщиков специальных налоговых режимов. Кого коснуться нововведения, узнала Мария Рудая. Предприниматель Алексей Улитин хоть и в последний момент, но успел приобрести онлайн-кассу. Крайний срок для установки новой контрольно-кассовой техники для его вида деятельности наступит уже 1 июля. Торговая точка. Ну, что, кассу вот обязали, взяли, купили, вот, ставим, устанавливаем. Как вы думаете, эта онлайн-касса, она вот будет в пользу? Пока еще не поняли. Ну, если делают, значит, наверное, должна в пользу быть. Сейчас в налоговых органах самая горячая пора. У тех, кто еще не успел установить онлайн-кассу, есть несколько дней. Для удобства людей налоговые работают в усиленном режиме до 8 вечера. В будущую субботу график тоже будет смещен. Время работы продлится с 9 часов до 20.00. Для того, чтобы зарегистрировать онлайн-кассу, он, во-первых, налогоплательщик должен заполнить заявление, с собой иметь паспорт, заявление на фаскальном окопитель и паспорт, оригинал свой. Если он подоверен, то, соответственно, доверится материально заверенным предпринимателям и паспорт, кто будет представлять налогоплательщика. Всего существует несколько этапов перехода на новый порядок применения контрольно-кассовой техники. Первый прошел год назад, второй длится как раз сейчас, будет и третий в следующем году. Но большинство придется установить онлайн-кассы до 1 июля. Это организации индивидуальные предприниматели, которые заняты в сфере торговли и общественного питания, имеют наемных работников и используют специальный налоговый режим, а именно единый налог на вмененный доход и патентную систему налогообложения. Вот эта категория рязанцев должна принять все меры для того, чтобы успеть установленному законному сроку зарегистрировать свою контрольно-кассовую технику. Основное преимущество онлайн-кассы – это в первую очередь новые технические возможности, благодаря которым государство повысит прозрачность бизнеса и уровень легитимности использования наличных денег. А контролирующие органы смогут получать онлайн-данные о наличных денежных расчетах по каждому пользователю кассы. Внедрение новых технологий, а именно онлайн-кассы, о которых мы сегодня говорим, дает большие преимущества не только представителям бизнеса, но и обычным гражданам, те, которые осуществляют покупки, нам с вами. В чем, собственно, здесь преимущество? Дело все в том, что с помощью онлайн-кассы можно сформировать электронный чек и отправить его на ваш адрес электронной почты или на телефон. Для этого у покупателя должно быть только лишь установлено приложение проверки чеков. Это бесплатное приложение, разработанное Федеральной науковой службой, которое как раз и позволяет получить чек в электронном виде. Те предприниматели, которые не установят онлайн-кассы в положенный срок, будут наказаны в соответствии с законом. Мария Руда и Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». И вновь платные парковки стали самой обсуждаемой темой. Совсем скоро их количество вновь вырастет. Новые платные парковки появятся еще на 14 улицах Рязани и двух площадях. Постановление об этом опубликовали 27 июня. Рязанцев ждут изменения в парковочных зонах. Так, стоянку на Щедрина продлили до Скоморошинской. На улице Вокзальной до пересечения с Чкалова, а на улице Свободы до Окского проезда. Новые парковочные места появятся на улице Высоковольтной, третьем проезде Гагарина, улице Гагарина, Семашка, Семену Середы, Чкалова, Липхнахта, Магэс, Подгорная, улице Петрова и Пушкина, на Садовой и Скоморошинской, а также проезде Завражного и площадях Соборной и Свободы. Мост через реку Аку в Рязани снова в центре внимания. Не все жители города стали терпеть ремонтные работы и решили использовать их в своих интересах. Так Рязанка решила провести здесь фотосессию. Рязанка Екатерина Грозунова сфотографировалась на фоне ремонтных работ на Солочинском мосту. Девушка рассказала, что фотосессия прошла во вторник, 26 июня. Рязанка сообщила, что рабочие не обращали на нее никакого внимания. От работы она их не отвлекала. Такая фотосессия – это явно свежее дыхание в ремонт Солочинского моста. Девушка сказала, что теперь рабочие точно должны уложиться в срок. В скором времени рязанских зубров отправят на новое место в Северную Осетию, Аланию. Туда направят только 10 животных. Сейчас они на карантине. 23 июля 10 зубров отправятся в Турмонский заказник Республики Северная Осетия, Алания. В течение месяца животных будут ежедневно осматривать, а также приучать к отловному устройству, которое представляет из себя узкий коридор. Обычно через такой зубров загоняют в клетку. Примечательно, что пять особей родились в Мечере, а другие прибыли из шведского природного парка Эриксберг. Также в Рязанском питомнике появились на свет новые представители охраняемого вида. Одна из трех телочек родилась у приехавшей из Швеции самки по кличке Энгла. В год 65-летия со дня основания факультета лечебного дела Медуниверситет подготовил более 300 специалистов для больниц и поликлиник. Из них 16 сдали госэкзамены на отлично. Диплом им вручил вице-губернатор Игорь Греков. Как прошел праздник в нашем следующем сюжете. Нарядные мантии, цветы, волнующиеся родители. В этом году Медицинский университет отмечает сразу несколько дат. 75 лет со дня образования и 65 лет первому выпуску лечебного факультета. Дипломы с отличием и грамоты за активное участие в жизни университета лучшим выпускникам вручил вице-губернатор Игорь Греков. В Рязанской области нужны хорошие специалисты, подготовленные и умельные врачи. Вас ждут и в крупных клиниках, и в сельских больницах. Со стороны региона молодые специалисты получат всю возможную поддержку. Еще одна награда ректору Медуниверситета Роману Калинину. Он получил благодарственное письмо Федерального агентства по делам молодежи за вклад в развитие молодежной политики России. Выступая перед выпускниками, Роман Калинин отметил, что именно благодаря их стараниям ВУЗ занимает высокие места в рейтингах и является одним из лучших учебных заведений страны. И вы всегда находили бы в себе силы, несмотря на настроение, погоду, сложности, гороскопы, я не знаю, что еще, любить, любить свое дело, любить пациента. Это вам поможет преодолеть и перебороть все. Нет лучше нашей профессии. Это действительно так. И вы выбрали самое благородное служение и самую лучшую профессию. Большинство студентов Медуниверситета после окончания ВУЗа приняли решение продолжать образование, поступать в ординатуру. С замечательным настроением, потому что мы верим, что все круто, классно. И это, наконец-то, последний день самой классной в нашей учебе. Ну, мне, наверное, немного грустно, потому что я люблю наш университет, это альма-матер. Поэтому боюсь прослакаться. Это самый ответственный момент. Обращаясь к выпускникам, первый заместитель министра здравоохранения Владимир Грачев отметил, их готовы принять в лечебных учреждениях региона. Мы очень нуждаемся в вас, в ваших свежих идеях, в ваших мыслях, в ваших положительных эмоциях. Приходите. Я думаю, с вашей помощью наше практическое здравоохранение выйдет на новый ступень, на новой форме. На праздники по случаю выпуска лечебного факультета благодарности за подготовку медицинских кадров получили и педагоги. А главный федеральный инспектор по Рязанской области Сергей Яковлев поздравил выпускников с еще одним праздником – Днем Молодежи. Вас поздравить с окончанием университета, пожелать в первую очередь крепкого здоровья, большого человеческого счастья. И сегодня знаменательный день, вот так вот знаково совпало, что выпуск у вас в День Молодежи. С Днем Молодежи вас! В этом году медицинский университет подготовил для системы здравоохранения более 300 врачей-лечебников. После получения дипломов и официальной части праздник продолжился в неформальной обстановке. Дина Исляева, Олег Парамзин, телекомпания «Город». В этом году свой юбилей отмечает Государственная кадастровая палата. Ведомство было создано совсем недавно, в 1998 году. Сейчас здесь используют современные технологии для введения реестра недвижимости. В рамках празднования круглой даты в кадастровой палате была открыта экспозиция, вместившая в себя все вехи истории работы структуры. Калькулятор конца 90-х, штатив и оптические приборы – такими предметами пользовались в прошлом геодезисты. Порядка 13 экспонатов представлены на выставке в кадастровой палате. Самый старый прибор в данной коллекции – это пантограф. Он производился 52-го года, служил для перерисовки планов. В данный момент уже не используется, используются компьютерные технологии. Новое оборудование более точное, оно также более удобно. Как представлен здесь оптический прибор, он измеряет исключительно только углы. Новое оборудование уже измеряет и расстояние, и углы, и превышение. Поэтому оно намного удобнее и работа выполняется быстрее. В день открытия выставки уже прошла первая экскурсия для студентов строительного колледжа. Это некое погружение в прошлое для молодого поколения, ведь каждая вещь здесь реально использовалась в работе. Прибор, который сейчас находится в моих руках, называется «Теодолит» 1980 года выпуска. С его помощью когда-то проводили межевание земельных участков. Здесь же находится оптическая труба. С ее помощью измеряли углы с погрешностью до нескольких сантиметров. Конечно, сейчас используют новейшие технологии погрешности, при которых практически не бывает. Отдельное почетное место на выставке занимает литература, которая и сейчас служит добрую службу для работников кадастровой палаты. Музей собирался из различных источников. Нам предоставляли экспонаты. Он будет постоянно пополняться. И я думаю, он будет интересен не только для сотрудников кадастровой палаты, но и для лиц, которые посещают нашу организацию. Каждый человек хоть раз в жизни сталкивался с необходимостью оформления документов на дом или земельный участок. Или же было нужно получить сведения об объектах недвижимости. Всем этим занимается кадастровая палата, которая ведет единый государственный реестр недвижимости. Теперь с работой ведомства может познакомиться любой желающий, посетив выставку. Мария Руда и Станислав Кудряшов. Телекомпания «Город». Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем официальном сайте город62.тв и в группе в соцсетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам дня и до встречи в эфире. Мама спит. Она устала. В пробках два часа стояла. До работы далеко. Добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустно мне бывает. Потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас. Переезжаем в Еврокласс. Это в центре. Здесь все рядом. Всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Всегда хотел свой дом. Так, чтобы недалеко от города, в красивом месте, с живой природой и чистым воздухом. Я нашел его. Построил дом. Удобный, просторный. Рядом охота, рыбалка, грибы. Друзья ко мне часто приезжают. Есть чем заняться. Говорят, хорошо тут у тебя. А я и сам знаю. Все, что нужно мне и моей семье, все здесь, все рядом. В коттеджном поселке Караси. А где живешь ты? Природа ближе, чем вы думаете. Коттеджный поселок Дубровка. Всего 10 минут от города. Телефон 52-53-54. Субтитры подогнал «Симон»